Перегрузки для мозга в современном мире, которые эволюционно не были заложены, могут лежать в основе многих аутоиммунных заболеваний, в том числе сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Об этом говорил сегодня глава Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов на встрече с Владимиром Путином. Академик поделился с президентом последними научными разработками наших исследователей, рассказал, что больше всего пациентов с сахарным диабетом в Финляндии и изложил теорию, почему вымерли неандертальцы. Все подробности у Алены Рогозиной. Передовые методы лечения сахарного диабета – ключевая тема встречи президента с академиком Дедовым. Главный эндокринолог страны, он добился выдающихся результатов по тому направлению, которому посвятил всю жизнь. Иван Иванович Дедов – основатель Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. Мы с вами давно уже договаривались увидеть, чтобы вы смогли рассказать о работе центра. Я пришел действительно, так сказать, порадовать вас и порадоваться вместе. Недавно Конгресс состоялся, Международный Конгресс. Не только сахарный диабет, а все были эндокринопатией. И впервые в мировой литературе мы обосновали принципиально новую теорию развития аутоиммунных заболеваний. Конгресс – это более трех тысяч участников, не считая интернет-аудитории. Ведущие мировые эксперты не только в области эндокринологии, но и в других сферах – кардиологии, терапии, генетики, педиатрии. Большинство заболеваний в эндокринологии хронические, наследственные, в том числе орфанные. Развивать в стране эндокринологическую службу – одна из ключевых задач Национального исследовательского центра. Врачами здесь наработан уникальный опыт в помповой инсулинотерапии. Это когда вместо инъекций микрокапельница управляется со смартфона, подходит даже к грудничкам. Фантастический, конечно, шаг в это время. Ребята имеют сенсор под кожей, который каждую секунду на смартфон посылает родителям, и маленькая помпочка, которая представляет. В центре под одной крышей семь научно-исследовательских институтов, плюс кафедра подготовки специалистов и цифровой регистр пациентов, искусственный интеллект помогает врачам в анализе огромного количества данных. Клеточная лаборатория – это такой исследовательский центр, наработки которого будут буквально применимы в клинической медицине будущего. Математическое моделирование заболеваний для изучения механизмов или для поиска лекарственных средств – одна из ключевых задач современной исследовательской медицины. Мы, конечно, категорически выступаем против того, что сегодня американцы предлагают. Американцы предлагают сегодня заблокировать иммунную систему. В этой ситуации открывается вообще, так сказать, ворот, вирусов. В ближайшие пять лет, уверен академик Дедов, мы сможем значительно увеличить и продуктивный период жизни, и продолжительность. Глобальная задача Центра эндокринологии под руководством Ивана Дедова создать внутренний ресурс генетических медицинских технологий. Центр динамично растет и расширяет свою научно-исследовательскую базу. В планах новые корпуса, лаборатории операционные. Я знаю, что сейчас средства выделены дополнительные, как мы и договорились раньше, но они вот после экспертиз только сейчас появляются средства на то, чтобы средства корпуса. Там немножко застопорилось, потому что, так сказать, там поручения нет. Нет, нет, мне докладывала Татьяна Алексеевна. Сейчас вот средства по первому поручению, они выделены, там экспертиза долго продолжалась, но они сейчас вот ездят. В стране официально болеют сахарным диабетом свыше пяти миллионов россиян. Недуг не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен. В нынешнем году запущена масштабная программа для борьбы с диабетом, обеспечения лекарствами, профилактическая работа, вопросы борьбы с сахарным диабетом в фокусе особого внимания президента. Алена Рогозина, Мария Родимова, Наталья Лундовская, Вести.